8 лет прожил в ДНР. Мне дядя помог выехать в Мариуполь. Он работал капитаном корабля в порту, а порт находился под Азовсталь. В Мариуполе, из ранее оккупированной части Донецкой области, Артем приехал в середине января прошлого года. Сразу устроился коком на судно. Ходил в море, зарабатывал деньги коком, радовался, что я в Украину наконец-то попал. Планы были. Все планы на будущее разрушили российские войска. Началась полномасштабная война. Потом 23 февраля мы вышли с моря. И 24 февраля началась война. Меня разбудили. Сказали, война. Я говорю, а что вы шутите? Я говорю, а что-то там оттуда с ДНР. Какая *** война? Ну нет. И все. И начался 24 на 7 просто бомбардировки со всего, чего было у русских. Корабли, авиация, ограды. Связи не было, ничего не было. Вначале во время осады города Артем укрывался на Азовстале, а затем решил перебраться в драмтеатр. Оттуда, еще до авиаудара, была объявлена эвакуация мирных жителей. Под постоянными обстрелами россиян этот путь занял двое суток. Все туда и шли, даже хотя бы как-то найти родственников. И для этого надо было записываться. То есть, если это будут искать, придут, они глянут по списку. Да, там какой-то приходил и все. Вот. Я был 2000 какой-то. То есть, вот на тот момент там находилось 2000 человек. Ну, плюс-минус. Ночью прилетела бомба самолетов. Соседнее здание там было в филармонии детской. Ну, короче, какое-то музыкальное детское там что-то такое. Меня накрыло огромным окном. После чего мы спустили со второго этажа на низ. Я там пересидел до пяти, шести. Ой, не помню даже до скорки, короче. Ну, то есть, солнце встало. И я ушел с драмтеатра. И через два часа его не стало. Артем говорит, ему, грубо говоря, повезло. Выйдя из драмтеатра, он добрался до морского порта. И оттуда направился в сторону Бердянска. Попутки брать его не хотели. Весь маршрут преодолел пешком. Идти пришлось более 80 километров. По пути было расставлено множество российских блокпостов. На каждом фильтрация. Это проверка документов, наличие татуировок на теле и сверка со всеми базами данных. Это, получается, меня разделили полностью. Ну, до трусов. Это холодно еще было. Два часа у нас была дискуссия по поводу татуировки. Потом они только соизволили тянуть паспорт, а у меня Донецкая прописка. И начались опять же вопросы. Почему ты не служишь? Мне на многих блокпостах везло из-за того, что они находили каких-то то ли ТРОшников, то ли каких-то парней, именно ЗСУшники, которые в Гражданском хотели выйти с Мариуполя. Они как-то их ловили, находили. Мне вечно везло. Просто отпускали. Типа, иди, говорит, пока. Добрая воля у них такая была. Жест доброй воли. Типа, иди, пока отпускаем. Иди, пока мы добрые и тому подобное. Из Бердянска уже попуткой Артем приехал в Геническ. Там жил его знакомый. Появилась возможность найти ночлег и попытаться заработать немного денег для того, чтобы выехать с оккупированной территории. Надо как-то вообще валить отсюда подальше. Говорю, 8 лет этой разрухи в Донецке, чтобы было это Советский Союз, даже хуже. Вообще не хочу там находиться, не хотел. Думаю, надо куда-то дальше. Смотрю. Карту открываю. Я, в принципе, первый раз вообще в этих краях Украины. Думаю, куда ехать в Херсон. Ну, областной центр. Может, такая никакая работа есть. Найду работу какую-то, да, эвакуируюсь в Украину уже туда. В Херсон парень попал в июне. По счастливой случайности встретил в захваченном российскими войсками городе друга детства. Тот помог найти временное жилье в центре для переселенцев. До ноября прошлого года, говорит, старался избегать проверок российскими военными. Опять же, знакомый, который с моего города, рассказывал мне, что тут были много ребят из Донецкой области с пропиской, и их депортировали туда. Якобы там началась мобилизация. Типа, иди, умирай за свою родину. Типа, твоя родина ДНР. Вот. А им объяснить же ничего нельзя. Они же ту-ту. Вот. И я, то есть, ну, вообще никуда не выходил. И когда сюда приходили какие-то проверки русские, непроверки, ну, короче, как-то сообщали, что должны там будут прийти фейсбэшники или что-то типа такого, короче, я вечно уходил просто в отеле куда-то там, недалеко, в принципе, чтобы не заблудиться, опять же, вот, куда-то уходил просто и сидел, ждал. Артем вырос в Новоазовске. 9 лет назад, когда российские войска вторглись в его родной город, он еще учился в школе. Родителей нет. Воспитанием занималась бабушка. Тогда уезжать из оккупации было некуда и не с кем. В Донецке это началось мне было 14 лет, а в мой город это как раз после Дня независимости Украины до 4 августа, и где-то там 28-го, 26-го, и уже на вазок зашла русская техника. Это причем, при том, что многие говорят, что воевали шахтеры и тому подобное, но у меня город находится там пару километров, ну, там несколько километров от границы российской, Ростовской области. И то есть я прям и на море, и обрыв такой. И то есть прям видно было, как колонна русских танков, то есть просто так вот через границу идет и все. Ну, ну-ка, зашла бы не сейчас. Какие там шахтеры, откуда у шахтеров взялась дивизия танков. Артем один из немногих в своем городе, кто отказался брать паспорт самопровозглашенной ДНР, чтобы получить украинский, специально ездил в Мариуполь. Было постоянно непонятное, для чего они вообще существовали там. И они везде, то есть смотрят паспорт Украины, и все, но для тебя уже какое-то предвзятое отношение. То есть ты говоришь, а что у тебя паспорт Украины? Говорю, ну потому что у меня паспорт Украины. А что ты не получаешь Донецкий паспорт? Сначала пытался там как-то показать какого-то свободного человека. Говорю, да потому что я родился в Украине. Говорю, а вы пришли, меня не спросили, за что неоднократно, конечно, получал. И там в райдел отправляли на сутки сидеть, смеялись. И там, ну то есть унижение было одно сплошное за свою позицию, грубо говоря. А потом просто начал уже врать, им они говорят, а что ты с таким? Говорю, ой, да я документы подал, а там же его ждать надо три года. Смотришь, как в Украине все классно. Тут Зеленский дает какие-то интервью в лесу на креслах, мешках вот таких вот. И они кайфуются от жизни. Смотришь в Россию, господи, а там Росгвардеец, бабушку старенькую, там просто со спарты выносят рудную клетку и ломают просто, потому что она стояла где-то не там. Ну то есть вообще никакой свободы, ничего нету, думаю, нет. В Херсоне, да, в Херсоне просто большинство ждало Украину. Донецкий там, там все телевизор любят. Российская пропаганда действительно имеет большое влияние, говорит Артем. Некоторые мифы он сам для себя развеял уже, находясь в Мариуполе. А именно то, что никто не ущемляет русскоговорящих. Военнослужащий полка АЗОВ – обычные люди, которых можно не бояться. Другие кремлевские нарративы опровергались еще во время жизни в оккупации. И как бы из всех вот этих вот, даже, ну, общения моих, там, знакомства, какие-то там, посиделки с ДНРовцами этими, из всех смертей, которые были на тот момент гражданских, то есть, либо пьяный ДНРовец. Они говорят официантский, пойдемте. Она говорит, нет, у меня дети, мне сейчас надо закрывать кафе, рассчитайтесь, пожалуйста. За что ее выводят на улицу? И просто в голову застрелили девочку. Ну, получается. И вот таких вот историй много, там, ДНРовец какой-то там трофейный, этот самый, ну, не трофейный, или просто украл, я не знаю, гранату там дома пьяный подорвал. То есть, все вот такие вот были истории. Донецк был крутым. За 8 лет Донецк убили. То есть, при том, что даже, ну, не бомбили его, а просто, ну, то есть, как бы, ну, ему стало все равно людям на Донецке. За ним не присматривали, как за городом, и он просто завял. А я бы заехал в Мариуполь, и я просто не поверил своим глазам и думал, Лас-Вигас какой-то, а не в Мариуполе. Все горит, все искрится, какие-то фонтанчики, все как-то прикольно для молодежи классно. В ноябре 2022 года украинская армия освободила Херсон от российских оккупантов. Артем, как и мечтал, оказался уже в свободном городе и решил там остаться. Работает поваром в центре для переселенцев, занимается волонтерством, помогает местным восстанавливать разрушенное обстрелами жилье. Говорит, здесь и хочет дождаться победы Украины в этой войне.